Ребятка, советую подписаться на канал с годным контентом. Парень снимает качественную психоделику и рассказывает о своих мыслях. Я не знаю, кем его можно назвать, философом, критиком или музыкантом, но это чертовски интересная личность. Ночь. По пустом шоссе несется автомобиль. Четверо друзей едут домой с вечеринки. В машине играла громкая музыка, на полу валялись пустые пачки от чипсов, смятые банки от пива и колы. Ребята были еще навеселе и не собирались успокаиваться. Тем временем стрелка на датчике топлива почти опустилась до упора. Пацаны, у нас почти закончился бензин. Надо заправиться, крикнул водитель. Так в чем проблема? Вон впереди заправка, ответил пассажир на заднем сиденье. Они заехали на тихую заправочную станцию. Машина подъехала к бензоколонке и остановилась. Друзья вылезли из машины и продолжали распевать песни, гремящие из колонок машины. Один друг пошел на кассу, чтобы оплатить за бензин. Но на кассе никого не было. Наверное, отошел в сторонку, подумал он. Но еще раз взглянул внутрь и увидел красную лужу. В голове пробежали дурные мысли. Он зашел туда и увидел на полу труп человека в большой лужи крови. Труп был очень сильно изуродован. Череп был проломлен. Все лицо было в крови. Через порванную на груди одежду виднелись большие порезы. Парнем овладел сильнейший страх. И он выбежал к выходу. Возле машины все так же стояли ребята, громко распевая песни и попевая пилко. Увидев бегущего к ним бледного и явно страшно напуганного друга, довольно удивились. Что случилось? Крикнули они ему. Да. Но вдруг его перебил крик одного друга, бегущего к ним со стороны темного поля. «Заводи мотор!» Кричал друзьям. «Зачем?» «Что происходит?» Ответил ему водитель. «Заводи!» Во все горло орал друг ему в ответ. Вдруг над бегущим другом появился странный большой силуэт. Он летел прям за другом, а затем резко упал на него вниз. От увиденного у водителя выпала бутылка пива с рук. Он в ступоре, не слыша крик друзей и дергания его за плечо. «Егор! Егор! Очнись! Заводи мотор!» Кричали ему друзья. Но это не привело его в чувства. Огромный черный силуэт, громко рябя, поднялся и полетел к ним. Оцепеневший водитель очнулся. Все поспешно залезли в машину. Водитель дрожащими руками пытался завести машину, но она не заводилась. Монстр был близко. Машина никак не заводилась. Паника овладела парнями. «Баг пуст! Надо заправить машину!» Кричал водитель. «Блад! Выйди! Заправь машину!» «Почему я?» «Пусть кто-нибудь другой!» «Нет времени спорить!» «Пойди!» Его перебил лухой удар об землю. Перед машиной стоял большой крылатый монстр. Он встал и стал смотреть на ребят в машине. У них замерло сердце. Все боялись даже пошевелиться. Монстр так и стоял и смотрел, испытывая их психику. Монстр внимательно всматривался в глаза парней, которым навеял нечеловеческий страх. Напряжение нарастало. Никто не знал, как поведет себе монстр. Вдруг монстр заревел, оторвав свой взгляд от машины и улетел вверх. «Куда он?» Недоуменно спросил пассажир на заднем сидении. Наступила тишина. Друзья немного успокоились и стали приходить в себя после паники. «Надо выйти машину заправить!» Сказал кто-то сзади. Неожиданно послышался вой сильного ветра и на крышу машины с грохотом что-то упало. Крыша сильно прогнулась от удара. Монстр на крыше вновь заревел. Парни стали кричать от страха. Им хотелось скорее куда-то убежать. Спрятаться от смертельной опасности. Сидевший на заднем сидении Влад пытался открыть дверь. Но от удара ее заклинило и она не открывалась. Когти монстра обхватили крышу и пытались ее вырвать. Монстр замахал своими огромными крыльями. Машина заскрипела и оторвалась от земли. Она стала подниматься вверх. Машина все сильнее стала скрипеть. Монстр сильнее согнул свои могучие руки и крыша автомобиля отделилась от кузова. Машина с пятиметровой высоты упала вниз. Сильный удар об землю оглушил ребят. Водитель ударился об руль, потеряв сознание. Влад пытался поднять голову и осмотреть по сторонам. Голова после удара жутко болела. В глазах все пыльно. И рассмотреть что-то было невозможно. Он остановил свой взгляд на капоте. На нем сидел огромный черный силуэт. В голове было модно. И понять, что это такое, Влад был не в силах. Черный силуэт кинулся на Влада. Влад ощутил сильный удар в грудь. Парыв ветра. А дальше ничего. На следующий день останки троих друзей нашли в пару километрах от заправки. А машину нашли искаженной в кувете напротив заправки. Короче, спасибо всем за просмотр. Как там все говорят, ставьте лайк, комментарий. Конечно же, кто не подписан, подписываемся. А я говорю всем пока. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok